История столицы в черно-белых фотографиях. У чебоксарки Регины Антоновой дома десятки альбомов со снимками прошлых лет. Своеобразную летопись города, столицы республики, писала ее мама-фотографа Левтина Егорова. Старые семейные фото вызывают особое чувство и эмоции. Открывая альбом с пожелтевшими от времени страницами, ты словно переносишься назад в прошлое. Профессионал знает, как запечатлеть время, чтобы черно-белый снимок передавал атмосферу тех лет и всю гамму эмоций. Так работала фотографа Левтина Егорова. Ее дочь бережно хранит память о маме. Черно-белых фотографий как-то такое тепло исходит. Так приятно на них смотреть. Что-то такое душевное в них есть. Она выросла и родилась в нашем городе. Его любила, изучала его историю, фотографировала, изучала в честь кого названа улица города. Негатива с позитивным содержанием. Особая гордость. Регина хранит их как зеницу ока. Ребенком она принимала самое непосредственное участие в появлении вот этих самых кадров. Печатали в ванной комнате. Запирали с мамой на целый день. Моя задача входила брать валик, катать фотографии свежие, только что напечатанные. То есть убиралась лишняя влага. Потом на глинцеватель ее прикладывали, защипляли прищепочкой и ждали, когда начнет щелкать. Театр, спорт, кулинария, искусство и журналистика. У Алевтины Егоровой были разносторонние увлечения. Она с удовольствием писала статьи в местные издания. Результат ее трудов – вот этот сборник. Рядом с текстом уникальные фотографии. Одной из первых Алевтина Егорова начинала снимать город на видеокамеру. Жаль, что пленку пока не удалось отцифровать. Я помню, что мы дома смотрели эти кадры. И центр города, и залив нынешний, Волгу. Она снимала. Чтобы память о маме жила как можно дольше, Регина решила поучаствовать в конкурсе ретрофотографий, посвященном 550-летию Чебоксар. И была отмечена благодарностью администрации. Я свои фотографии сразу узнаю по этому краю. И это вот мы с мамой тут сидим. Когда-то около этого диапроектора собиралась вся семья, друзья. И просматривали эти кадры. Было весело, интересно. Детям нам особенно. Всегда одевали что-то новенькое на демонстрацию. Все пели песни, танцевали. Для нас был праздник. Вернуться в детство, на мгновение оказаться на праздничной демонстрации или прогуляться по очкам старых Чебоксар. Все это можно сделать с помощью снимков удивительного фотографа Алевтины Егоровой. Благодаря таким вот людям живет история столицы. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.